Привет, мои дорогие друзья! Как и обещала, в 18 часов делаем прямой эфир с наставником Нумерологической школы «Матрица судьбы» Татьяна Дивия. И первый вопрос, который я ей хочу задать, что такое ангельский ребёнок? А второй вопрос нашего разговора – это будет розыгрыш призов. Розыгрыш призов проведём вот так в прямом эфире, и победитель получит от Тани, от Татьяны Дивия, разбор денежного канала. Всё, я Танечку вызываю, а вот Таня здесь. Привет, привет, привет. Так. Привет, кто присоединился, всем рада. Так. Так, Таня, кажется. Таня, выходи, ждём. Привет. Привет, Танечка, привет, дорогая. Я уже тут объявила, что мы сегодня делаем первое. Отвечаем на вопрос людей, которые после первого эфира с тобой вдруг начали меня спрашивать, а что такое за ангельский ребёнок у тебя там? Ты как это так смогла в 40... Понимаешь, люди как-то пропустили немножко информацию. И вот именно слово «ангельский ребёнок» запало в душу, и люди спрашивают, что за ангельский ребёнок. Но, дорогая моя Танечка, ты всё-таки несколько слов скажи о себе, потому что сейчас могут присоединиться люди, которые, ну, не знают тебя, меня, возможно, не знают. Два слова давай скажем о себе, и начинаем наш разговор. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Дивия. Я наставник нумерологической школы «Матрица судьбы». Также у меня есть свой женский клуб, где мы раскрываем в себе женственность. Конечно, я делаю различные практики, занимаюсь различными практиками, медитациями, аффирмациями. Я с любовью рисую нейрографику, танцую. Но «Матрица» — это вот моё детище, которое я люблю, и которое помогло мне в своё время открыть многие двери. И сейчас я помогаю другим открывать двери, получать ответы на их запросы. И вот поэтому мы здесь. Танечка, значит, вот смотри, твоя школа «Матрица судьбы» — это не то, что ты даёшь кому-то прогнозы. Ты учишь людей работать с «Матрицей судьбы». Вот это вот я хотела людям донести, что можно научиться работать самим, разбираться, разобраться с этой «Матрицей судьбы» и какие-то определённые очень важные вещи знать для себя, для своей семьи. Ты знаешь, можно я тебя перебью? Как по мне, вот в школе надо уже учить это, чтобы человек, значит, уже ребёнок знал, на каких энергиях он, какие у него есть дары, какой у него есть потенциал, и что ему лучше, легче даётся. Если мы ведь идём своим путём, всё правда даётся легко и просто. И наоборот, если мы заблудились и пытаемся повторить за кем-то ещё что-то, но не будет оно получаться. Вот знаешь, как говорится, если рыба будет судить себя по тому, как она умеет лазить по дереву, она будет себя чувствовать полной дурой. Вот так и мы на самом деле. И это настолько важно знать каждому. Мне, как жене, я знаю, как думает мой супруг, как маме. Я знаю уже с детства, куда, кого, ребёнка, как каждый же индивидуальный, невероятно индивидуальный. И я знаю, у кого какие сильные стороны и на что надо делать акцент. Это облегчает жизнь, правда. Хорошо. Ты это всё на своей судьбе апробировала. И точно 100% утверждаешь, что матрица судьбы – это просто компас, который нужно держать в руках и по нему, так сказать, идти. Ты это, ну, раз ты так говоришь, я тебе верю. Я знаю тебя, какая ты вся. Вот такая, как волна, вот нежная. Я думаю, что это вот, ты не случайно такая нежная. Возле тебе так приятно быть, вот в твоём поле приятно находиться. Я думаю, что это вот твоя матрица судьбы тебе куда-то чего-то указала. Да. Ладно, хватит. Никаких других. Переходим в делу. Народ собрался не для того, чтобы на нас полюбоваться. Что такое ангельский ребёнок? Я читала сегодня статью про Октябрь 1. Интересно, благодарю. Вот, люди читали. Слушай, что такое ангельский ребёнок? Ещё раз расскажи. В «Матрице судьбы» мы, в принципе, просчитываем все сферы жизни. Вот нету той темы, которой бы я не смогла ответить через «Матрицу судьбы». А также мы просчитываем по годам. То есть я знаю, что у человека было, и я знаю, что будет. Но не путайте это с предсказанием. Сейчас я тебе расскажу, наворожу, что там у тебя будет. Нет, это не про это. А я знаю, в каком году, какие энергии, цифры мы называем энергии, какие энергии включались, и какие задачи у человека были, какие испытания, и какой потенциал давался. То есть вот сейчас ближе к Новому году я обязательно сделаю разбор следующего года. И также можно индивидуально сказать, а у тебя в следующем году будут такие задачи, а у тебя вот такие. Это невероятно интересно, полезно опять же. Но кроме вот этих задач «Матрица по годам» показывает, отмечает, когда дети могут быть. На 90% он отмечает пол ребёнка, но там есть нюанс. Я буду честная, то есть я не буду сейчас «Ах, всё так это!» Есть нюансы, потому что может стоять, что мальчик, а родится девочка, но пацанка. Но будет у неё характер мальчишеский, да. То есть это всё равно не так, что вообще «Ох, вообще не о том», а будет у неё мужской характер. Или наоборот, будет стоять, что девочка, женская энергия, а будет родиться мальчик, но он будет мягкий. Но вот эта ошибочка, скажем так, нюансик есть. А также отмечается по «Матрице» вот этот «Ангельский ребёнок», как мы называем в методе. Это особый ребёнок, который у того, кого он в «Матрице» стоит, допустим, как у тебя стоял твой сын, это я сразу могу сказать, что это твоя родственная душа. И этого ребёнка обязательно, всех детей надо рожать. Но вот если, вот «Ангельский» отмечен, обязательно надо рожать. Это вот для человека будет кто-то очень-очень родной, особенный. И более того, для всего рода. Вот это наши «Ангельские дети». И у меня, кстати, в 60 лет стоит «Ангельский ребёнок», значит, что у меня будет внук или внучка, которого обязательно надо будет рожать. То есть я уже для себя знаю, что какие бы обстоятельства у моих детей не были, обстоятельства бывают разные. И жизнь иногда даже даёт проверку, что как бы приходят эти дети как бы в самый неудобный момент жизненный, понимаешь? Когда казалось бы, ну всё плохо, ну куда ещё ребёнка? А это проверка. И я знаю, что в этом случае моя задача будет, как бабушки, поддержать ребёнка и сказать, мы справимся, мы обязательно рожаем этого ребёночка. А что ты мне тогда сказала, что в 46 лет у меня ребёнок будет? Ну, мы с тобой это выяснили, но нам всех скажи. Да. Когда мне было 46 лет, Таня увидела, что у меня «Ангельский ребёнок». Тоже стоит ещё, то есть у тебя два раза стоит «Ангельский ребёнок». Один в то время, когда ты своего сына рожала, а второй тоже говорю, а в 46 лет, говорю, что у тебя там за «Ангельский ребёнок». Расскажи, поделись, это так мило. Да, и я ответила, что в 46 лет я организовала вот этот журнал «Катюши», который был абсолютно необходим мне в моей судьбе. Действительно, это было не с точки зрения гешефта сделано, не с точки зрения заработка денег, а с точки зрения возрождения меня, потому что я к тому времени абсолютно потерялась в Германии, абсолютно в ноль превратилась, минус айнс. А по своей профессии, по своей сути я журналистка, и мне необходимо было выпуск журнала, вот эту редакцию, вот эти вот тревоги, всё, что вот сейчас происходит. И я хотела много лет работать в таком красивом журнале, в красивом. И в 46 лет я пошла в такую, можно сказать, авантюру без денег, но, тем не менее, журнал «Катюша» существует 18 лет, и он мне дал жизнь и материальную, физическую, и моральную, да. И что сегодня со мной происходит, вот эти очень интересные люди вокруг меня, очень интересные события, это всё связано с журналом, поэтому я её считаю, Катюшу, своей дочкой, ей 18 лет. Поздравляю, дорогая, твой ангельский ребёнок. Да, да, да. Хорошо. Да, а ты потом, ты мне ещё сказала, что у меня в 75 лет, когда мне будет 75 лет, тоже у меня, это, видимо, внук будет. Ну да. Или внучка. А может быть, может быть, ещё какое-нибудь дело соображённое? Кто знает. Одному Богу известно. Так что вот это невероятно интересно и невероятно важно. И знаешь, иногда я консультирую людей, говорю, «О, у вас вот на носу ангельский ребёнок», а женщина говорит, «Ой, вы знаете, нет, я не могу рожать детей». Я говорю, «Ну, вот так стоит». И потом мне через время пишут, «Татьяна, вы когда говорили, я подумала, ну что за ерунду она говорит?» Говорит, «Я забеременела». Ну, то есть, такие чудеса происходят, что даже… Ну, скажи мне, ангельский ребёнок — это то, что вот женщина родила или сделала? Или, может быть, ангельский ребёнок это взяли в свою семью? Конечно, конечно, это тоже такое может быть. Всё-таки, ты говоришь, от меня прям всё про Мурашева, потому что вот мои кумовья, у них усыновлённый ребёнок, то есть, это важно. Это говорит очень о высоком духовном уровне людей, которые это делают. Ну, классно. Так, моя дорогая, тут люди спросили, что такое «Матрица судьбы», какими инструментами ты пользуешься? Это то же самое, что карты Таро или что-то такое? Вот такой вопрос был, и он уже ушёл. «Матрица судьбы» это один из нумерологических методов, то есть, мы по дате рождения просчитываем все сферы жизни. Сейчас показать какую-нибудь... Вот, например, вот так выглядит. Для меня это букет цветов. Обожаю её. И в отличие от классической нумерологии, там только девять цифр и девять значений. В «Матрице» их 22. То есть, получается, описание более точечное, более тонкое. Вот это, наверное, основное отличие. И, кстати, да, значения этих 22 энергий идут с карт Таро «Больших арканов». Но если их разобрать, вот картинки карт Таро... Я не Таролог, то есть, я осознанно этим не занимаюсь, это мой личный выбор. Но если разобрать архетип каждой карты Таро, там глубинная психология на самом деле. Там столько информации, кто занимается маг-картами, в картах Таро очень много смысла. Причём смысла всех религий невероятно. Но сейчас не об этом. И вот основа вот этих значений цифр идёт из Тарологии. Но эта же Тарология тоже, откуда она? Говорят, это с Древнего Египта, только самые высшие имели доступ к этой информации. А сейчас она уже вот вышла в люди, как говорится, и кто хочет, тот может воспользоваться. Вот это такая история Матрицы, но сам метод очень молодой на самом деле. Он где-то в 2010 году родился в России и набрал невероятный оборот, потому что он современный. Если разобрать, у меня же и астрологи приходят, и психологи, и торологи, и шаманы, и архитекторы. То есть у меня вот все, кто может быть, все приходят на обучение, но кто? Как-то энергетики, биоэнергетики, НЛПшники, да. А вот такие люди, как юристы, полицисты, не приходят? Ну, я тебе говорю, у меня архитектор был, серьезный мужчина, и он был в восторге, он был удивлен. Таких творческих профессий, а вот такие люди с таким очень математическим складом. Финансисты приходили. Я же когда-то бухгалтерией занималась. То есть вот почему мне... Я, когда вот это эзотерика-эзотерика, я же была атеистка, я в это не верила. И вот это, когда мне там что-то говорили, я говорю, вот слушайте, не надо мне тут рассказывать. А вот именно Матрица меня подкупила, потому что черным по белому, там нету каких-то, понимаешь, размытостей, непонятностей, а конкретика. И я стала сравнивать и стала поражаться. И я тебе честно скажу, я потом своему учителю это сказала. У меня учитель-психолог, то есть это был не эзотерик, а я выбрала именно психолога, потому что я сама такая по настрою была. И я ему потом призналась, говорю, вы знаете, я пошла к вам на обучение, чтобы найти, в чём подвох этого метода, где же обман. Просто я считаю, что прежде чем что-то говорить, это плохо или хорошо, надо изучить. Ну, если по-честному, по-равильному. И вот я пошла изучать, чтобы найти подвох, но подвоха я до сих пор не нашла. Этот метод на самом деле работает. Можно ли переделать матрицу, перезапустить матрицу? Вопрос. Ну, нужно. Вот поэтому мой, допустим, телеграм-канал называется «Выход из матрицы». То есть, мы все находимся в определённой игре, нам даны определённые энергии, и я уже, как нумеролог, заранее знаю, как, кто будет реагировать, в какой ситуации. То есть, прописана, да, твоя реакция. И это так и есть. Но задача в идеале ты должен выйти из этой матрицы, сказать «Я знаю, я могу среагировать так, так, а могу вообще не реагировать». То есть, осознанность, когда включается и говорит человек «Я больше не играю в эти прописанные правила, а я делаю свои правила. Я творец своей жизни». И это вот такая высшая, наивысшая цель, к чему я веду тех людей, которые ко мне приходят. То есть, сначала они знакомятся с правилом этой игры, они знакомятся, где они входят в этот триггер, за какие их дёргают, как говорится, хвостики. Но для того, чтобы потом сказать «Я понял, спасибо, больше я…» Эти крючочки отваливаются и больше меня не цепляют. Теперь я делаю так, как я хочу. Очень интересно всё рассказываешь. Прямо слушала бы тебя и слушала. Но задача у нас… Ты же видишь, какая я конкретная? Да, спасибо. Спасибо. Мы объявили, что мы сегодня разыграем разбор денежного канала. Я вообще не знаю, как ты его там разыграла, что это всё такое, но факт, что ты сейчас, пожалуйста, тогда разбери денежный канал того человека, который выиграл. разберу. Ну, причём я так это своей волшебной ручкой позолотите ручку. Я выбрала ту матрицу, в которой на самом деле есть программа миллионера, о которой я говорила. Да. Далее, в денежном канале, там у нас есть всегда определённые программы, определённые сочетания. Кто там что пишет? Девчонки пишут спасибо за тёплый эфир. Вам спасибо, что слушаете. Правда, интересно. Давай, давай, говори так. Так вот, есть определённые цифры, которые я уже знаю изначально. Есть цифры, которые я знаю, что это цифра не про деньги. То есть задача у человека не про зарабатывание денег. Ну, как у меня, допустим. Я кайфушница, моя задача кайфовать и вот дарить вот это вот чувство лёгкости, наслаждения другим. А значит, не моя задача пахать. И мне, то есть есть цифры, которым деньги просто даются для того, чтобы она делала свою задачу. Есть люди, которым надо достигательством, шаг за шагом ставить цели, идти, добиваться. Тоже есть. А вот есть такие цифры, как стоят у Елены в денежном ключе, где сразу мне, как нумерологу, говорят, у этого человека с деньгами всё в порядке. И если, я же Елену не знаю, но бывает, что приходит клиент с такой матрицей, с такими цифрами, где в деньгах стоят самые наилучшие цифры, где есть программа миллионера, а он мне говорит, а у меня денег нет. И в таком случае, вот при таких цифрах, сейчас я никого не хочу оскорбить, но вот я всегда из своих учеников так ищу, в таком случае, говорите этому человеку, что он сам дурак. Ой, боже мой. Ну, ты понимаешь, да, потому что там, ну, всё кричит об изобилии, и как надо накосячить, вот с нашей стороны, нумеролога, сколько надо пройти по минусам, чтобы не получить это изобилие. То есть, Еленочка, с любовью, у вас шикарные цифры, кричащие об изобилии, но у творца прекрасное чувство юмора. Тем, кому много даётся, с них и спрос большой. То есть, понимаешь, если человек приходит, у него там программа первого класса, его спросят два плюс два, прочитай два предложения, браво, молодец. А тот, кто должен докторскую написать, там уже совсем другой спрос. И вот у Елены, так как большой, огромный, мощный потенциал, у неё есть, ну, я не буду сейчас в подробности вдаваться, но у неё есть тема, с которой она, то есть, какая-то была ситуация, в которой она пострадала очень сильно. И эта ситуация будет её сопровождать всю её жизнь. то есть, она в голове будет прокручивать эту ситуацию, и если она в ней застряла, то весь этот миллионный потенциал уйдёт вот туда, в прошлое. Понимаешь, о чём я говорю? То есть, у нас, у каждого есть какие-то проблемы и так далее. У Елены была очень серьёзная ситуация, то есть, тут без осуждения, что ты там это. И она очень умная, а умные люди, они иногда, вот, если это скажет так, а мне надо было так, и уже строят миллионы тысячи вариантов, как, что надо было сделать, и как бы застряли в этой ситуации, и весь, всё своё внимание, весь свой потенциал, всё тратят вот на переработку вот этого уже старого киселя. И вот если бы я консультировала Елену, или она бы была у меня на обучении, я бы сказала, что срочно, обязательно надо вот эту ситуацию закрыть, разрешить, в первую очередь для себя простить, понимаешь, не для кого-то, там, не ещё что-то, для себя, чтобы успокоить свой ум и направить туда в изобилие, которое ей положено. когда она перенаправит. И более того, эта ситуация даже может дать некий толчок. Знаешь, как пример, вот у человека, допустим, мама болеет какой-то сильной болезнью, и человек может всю жизнь вот от этого страдать, а может сказать, я хочу как бы решить этот вопрос, и я пойду учиться на врача, чтобы помочь своей маме. И тем самым человек идёт, у него появляется вот на этом как бы горе, на этой проблеме, появляется энергия, появляется цель, и он тем самым может не только маме помочь, но и многим другим людям, людям, у которых схожая проблема. Вот, вот нечто схожее у Елены. Кстати, её, наверное, здесь нету, мы же говорили, что надо быть на эфире, но я уже в потоке, и меня уже понесло. Вот, то есть, это очень, поэтому так важно знать, что денежный потенциал на самом деле у многих есть, и вселенная изобильна, деньги летают вокруг нас, но если у нас их нет, значит, где-то мы застопорились, значит, где-то что-то перекрывает этот канал. И вот на мастер-классе 5 октября мы будем, каждый просчитает, и мы будем у каждого искать, где же вот этот его стопор, который не пропускает, возможно, пропускает, но не в полной мере его денежный финансовый вот этот поток. Мы это будем убирать, потом мы это будем усиливать, ой, это будет, а мне аж сама не терпится. Так, тогда переходим что, к нашему мастер-классу, или ты еще кого-то будешь? Вот одна у нас победительница, да? А еще кто-то есть в эфире, кто писал под твоим постом дату рождения? Ну-ка, если кто-то есть, то скажите. Ну, я писала. Молодец. Ну, да, я посмотрела. И что? Ты знаешь, я могу сказать, кто это? Я боюсь, там ничего плохого? Нет, 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 Ну, тогда я говорила. Нет, я по-другому скажу. У этого человека напрямую связь с мамой и с женщинами рода влияет на его финансовый канал. То есть цифры идентичные. это значит, чем лучше у него отношения с мамой или чем лучше мама вот ему желает, благословляет со своей стороны, тем вот у него это полностью отражение с мамочкой влияет на его деньги. То есть я... Получается, ангельский ребёнок? Нет, это чуть-чуть другое. Это чуть-чуть другое. То есть я потом на мастер-классе покажу эту матрицу и объясню. Предположим, это мой мужчина. Да. А значит, этот мужчина должен со своей мамочкой как бы слушаться. И тогда у тебя будут баблосики вместе с ним. Понимаешь? А ты умная сноха, если бы была, бы сказала, дорогой, давай твоей мамочке сделаем подарок, давай, дорогой, твою мамочку пригласим к нам на обед. То есть я бы делала всё для того, чтобы мамочка была довольна. Потому что это напрямую играет на его финансовый поток. А ещё, кстати, очень талантливый. От мамы талант. Семнадцатая энергия — это энергия звезды. Это люди очень творческие, талантливые. Ну вот-вот... От его мамочки, значит, ему ещё и талант пришёл. Да. И денежки на таланте он своём зарабатывает. А что же талант у него там? Ну, смотри, вот очень интересно. Многие говорят, ну вот расскажите, а что у меня за талант? А нет, вот это мы на блюдечке не приносим. А тут что-то, какая-то же задача у тебя должна же быть. То есть раскроешь себе свой талант, найди и чувствуй свою интуицию. Он очень, ты знаешь, в деньгах активный. Цифра, воин, победитель. Вот это колесо. Заехал и пошёл, и пошёл. То есть, в принципе, даже физическая активность в жизни, она усиливает активность его денежного канала. И у него цифра кармическая есть. Ему не надо бороться за справедливость. Возможно, у него есть вот это вот такое за справедливость и так далее. Есть. Но вот тут надо немножко понять, что когда мы говорим, мир несправедлив или кто-то несправедлив, мы всегда говорим, что Бог несправедлив. То есть туда камень бросаем. А он говорит, ах, ты думаешь, что это несправедливость? Сейчас я тебе покажу, что такое несправедливость. То есть в эту сторону не смотрим, но в то же время вот этому человеку надо найти свой баланс. не бросаться чёрное-белое, а вот найти вот этот, как я люблю говорить, 50 оттенков серого. Вот. И тогда, даже если перед ним какие-то двери закрываются, так как в деньгах стоит, как обычно человек, и причём может даже как бы не по-честному что-то случиться. Кто-то что-то сказал, ещё что-то, и человек потерял работу. То есть что-то вот такое может произойти, и в этом случае я посоветую этому человеку не доказывать, не стучать, а сказать, спасибо, я понял, спасибо, что вы показали свои истинные лица, дверь закрываю, с вами прощаюсь, меня ждёт нечто большее. И если человек вот туда, опять же, как вот до этого с Еленой, не там застрял и доказываю, туда энергию посылаю в прошлое, это уже не важно. Воспользуйся это как толчком к чему-то новому, это значит, отжило, не нужно, мало, старо, будет что-то намного круче. И если человек вот так с доверием будет идти, будут открываться перед ним все двери. Очень умный, очень статусный, это цифра статусного человека. То есть, вот он идёт, и сразу все понимают, что, ну... это правда. Ему даже рот не надо открывать, это видно. Это правда. Ну, короче, пускай опять, ну, то есть, пускай с мамочкой... С мамочкой пускай, то есть, всё, что угодно... и пускай денется. Да, да, да. А мамочка его пусть благословляет, потому что вот их взаимоотношения, чем лучше... А мамочка тогда хоть какая? Ну, ничего, хоть мамочка-то? Или когда... Слушай... Мамочка? Нет, ну, вот... То, что я писала про него, это именно от мамочки он и получил. Талант, чувство правосудия и в то же время вот эта вот лидерская энергия, достижение цели. Это и мамочкины энергии. Спасибо тебе большое. Я всё, конечно, передам этому человеку. Пускай он со своей мамочкой и дальше. Хорошо. Камень преткновения по поводу мамочки. Ну, окей, мужчина, раз так судьба, чтобы он там с мамочкой, ну, пускай с мамочкой. Так почему бы, конечно, слушайте. Это не самое страшное в этой жизни. Хорошо. Дорогая, это очень интересно и что... И эти такие вещи мы будем узнавать на нашем мастер-классе. Да. И ещё и больше. То есть, я вам сейчас вообще просто на примере рассказала про денежный канал. Но чтобы до него добраться, мы просчитаем и характер человека, и связь, как бы, тоже его талант, связь с высшими силами, вот как, через что ему помогает Вселенная. Кто во что верит? Веришь ты в Ангела это называешь, Бог, Вселенная или ещё что-то, неважно. Но есть некие силы, которые человеку помогают. И вот это мы тоже, через какую энергию к тебе помогают вот это везение, фортуна. Вот как цифра 10, которую я сегодня рассказывала, октябрь, да? Это везунчики. Кто в октябре родился, у них очень должна быть развита интуиция, и им тогда всегда будут везти. Если же они из головы, потому что мама сказала, ещё кто-то сказал, всё, они теряют свой фарм. Понимаешь? То есть там очень много нюансов, и это я тоже расскажу. И даже расскажу о кармической цифре. Ну, я её не по... Там три цифры, на самом деле, кармы, но я одну из расскажу. И зону комфорта, и ещё деньги. Понимаешь, сколько информации будет? Море информации. Поэтому мы делаем ограниченное количество людей. Осталось пару мест. И поэтому, если кто-то говорит, я хочу, записывайтесь, потому что, ну, я тебе назвала ту цифру максимальную, потому что я хочу вот каждому максимально уделить внимание, потому что вопросы будут. Ещё как. Слушай, я сегодня не собиралась тебе вопросы задавать. Видишь, не удержалась, спросила, как ты хорошо про мужчину-то рассказала. Даже не знаю, что мне теперь делать. Какого бокса? С этой мобой, конечно. Ой. Да. Берлин не сможет приехать, было бы познавательно. Приедем сами в Берлин, что ли? Мы можем приехать в Берлин, просто набрать определённое количество людей, чтобы это было интересно, понимаешь? и тюк. Я обожаю путешествовать. Слушай, но ты же делаешь онлайн-курсы, боже мой. Тоже делаю. Да, мы можем сделать и онлайн-встречу, конечно. Но мы 5 октября хотим в Кёльне собраться. Малое количество людей, тёплое такое, хорошее общение. И именно потому, что живое общение мне хочется. Вот мне хочется общаться. Мне хочется с такими тёплыми, душевными людьми посидеть, поговорить о жизни, о своих проблемах, выпить чашку кофе, позаниматься вот этой матрицей судьбы. Понимаешь, в чём смысл вот такого нашего живого мастер-класса? Не онлайн, а живого. Я понимаю. Ты знаешь, я сама же вот с 19-го года активно вот онлайн преподаю и так далее. И я соскучилась, и все люди соскучились, по живым встречам. Там энергетика другая, ты чувствуешь всё намного больше. И вот ты сама заметила, какие люди приходят к нам, к тебе в первую очередь. Я так это, к тебе красивенько так присела. Они к нам, у нас уже целое сообщество организовалось. А ничего же для этого не делали. Ничего же, не бегали, не кричали на всех. А вот люди как-то раз-раз-раз подошли и с ними так хорошо, так хорошо. И прям душа отдыхает. И поэтому мне хочется этот мастер-класс. И следующий, и следующий. У нас такие темы интересные будут. И всё это будет вот такое вот тёплое общение. Вот хочу тёплого общения. Но при этом, да, но при этом, вот я заметила, мастера высокого уровня. Потому что ты приглашаешь очень разных. И вообще женщины, которые приходят, но они все невероятны. Когда у нас был нетворкинг, и каждая рассказывала себе, просто сидишь и такой, думаешь, как, как это возможно, как один человек может столько в себе совместить. и при этом же простые женщины, казалось бы, но там такой, такая мощь, там столько глубины. И всё это так в тёплых, душевных нотках. Это дорогого стоит. Это правда. Я этим пропиталась. И я хочу этих встреч. И хочу, чтобы у нас приходили разные специалисты. Кто живёт в Кёльне, поблизости, в Бонни, приходите на наши встречи. И будет вот именно тепло нам будет. А сколько будет стоить такой мастер-класс? Мастер-класс, который мы сейчас будет 5 октября, который практически у нас будет 3 часа. А потом мы ещё пойдём на экскурсию, которую я проведу. Экскурсия по таким благостным местам Кёльня, которые дают тоже изобилие. Всё вместе. У нас стоит 33 евро. То есть, вы понимаете, это я как нумеролог просто говорю, мы сделаем символически красивую циферку, потому что 3 — это императрица, это женская цифра, а 3 плюс 3 — это 6, а 6 — это любовь, красота, наслаждение. Поэтому вы понимаете, что это вообще чисто символическая цифра, потому что мы идём туда не деньги зарабатывать, а мы идём наслаждаться, питаться, общаться, переопыляться, ну просто кайфовать. А скажи, пожалуйста, то, что 5 октября, в этом же тоже есть смысл, да, или нет? Таки да. Таки ты икутая риса. Слушай, ну я же в тени, понимаешь, и я уже давно пользуюсь. Вселенная нам даёт энергию. Что там две императрицы с любовью. Мы ещё не императрицы, но мы учимся. Ладно, хватит кокетничать. Так, 5 октября не случайно? Нет. Так, во-первых, у нас завтра будет солнечное затмение, и наконец-то закончится коридор затмений. И возможно вы все, я вижу по моим клиентам, все такие шабушные. Людей трясёт, людей сейчас происходят вещи, которые вот это вот всё. И я, естественно, понимала, так, во время коридора затмения мы не будем ничего делать. Пусть люди успокоят, идут сердечки. Вы понимаете, о чём я, да? Друзья, не переживайте, завтра последнее затмение, это всё заканчивается, всё будет хорошо. И уже 5 октября вы уже наконец-то расслабимся, выдохнем и можем на самом деле насладиться. Более того, 5 октября ещё будет растущая луна. А растущая луна даёт энергию для роста всего того, что мы хотим. А мы же про деньги, а мы же про изобилие. Ну как не воспользоваться силой луны, чтобы она нам ещё поддала вот этот рост нашего денежного потока? Дальше. 10-го, 10-го, 10-го октября после нашего мастер-класса будет зеркальная дата, которая будет в денежный четверг. То есть тоже особая дата, которая приумножает и 10, как я говорила, это фортуна, это везение, это волна. И я вам 5-го на мастер-классе дам практики, которые вы можете потом использовать в зеркальную дату, ещё там закрепить, расширить, фортуну подключить, ну и всё, и мы кайфуем. Да? Понимаешь? Понимаю. О, золочу. Да. Я тебя озолочу. Смотрите, девочки спрашивали, можно ещё записаться? У тебя малое количество людей, но ты сказала, что ещё два места можно, да? Да, До какого числа люди могут решить? Давай наверное, до четверга. Ну, хорошо, раз ты скажешь до четверга. Лучше вот прям сейчас, потому что вот это раз-два, это сейчас после эфира, может быть уже кто-то во время эфира напишет. Пишите, в идеале, пишите, пожалуйста, Мариночке, она у меня распределитель мест, я администратор. То есть я там заказала вот это вот количество мест небольшое, да? И чтобы нам всем было там уютно, хорошо, чтобы мы друг друга слышали, чтобы у Тани было времени на каждую, да? Поэтому, ну, два человека окей, и мне нужны тогда последний ответ в четверг, до двенадцати часов. А лучше сейчас, потому что мы уже тогда точно должны назвать количество мест зарезервированных, и уже у нас все будет тогда фикс. Чем быстрее, скажете? Короче, чем быстрее, тем лучше. Решайтесь. Тридцать три евро, получим массовое удовольствие, научимся всему, и интересная еще экскурсия к концу будет, все будет. Да, и практики будут, то есть главное вам все унести. Я вот могу давать, давать и давать, только унесите это все. Ты же меня знаешь, я на самом деле пытаюсь все с открытым сердцем и вот максимально щедро. Я верю в то, как я к людям, так и потом люди и вселенная ко мне. Хочу щедрости бога в свое изобилие, так же я должна общаться с каждым человеком. Не зажатая? Да, Танечка, прости, тут уже пошли деловые вопросы, люди говорят, хотела бы онлайн, так онлайн в конце нашего текстовом части я укажу Танину аккаунт, переходите туда и договаривайтесь там в этот онлайн, школу, это уже все с Таней решает. Извиняю. Онлайн со скольки и до скольки. Так, спрашиваю, в 10 часов мы собираемся в Кёльне, недалеко от главного вокзала в одном кафе в 10 часов утра. Мы собираемся там на завтрак, так, и тут же мы делаем вот этот мастер-класс, ну вот завтракаем и делаем мастер-класс, да, вот с набитыми ртами, можно сказать. Ну, я шучу, не с набитыми ртами, прожуем. Короче говоря, в 10 часов в Кёльне недалеко одно кафе недалеко от главного вокзала. Кто записался, я всем пришлю адрес этого кафе. Да. И там мы встречаемся, проводим мастер-класс и потом ещё прогуляемся. Марина, Мариночка, чтобы вы понимали, она ещё та волшебница. Она нас поведёт по нужным местам. Мы уже всё обговорили, всё обготовили, где мы ещё напитаемся по-другому сокровищами города Кёльна. Но я по всему городу Кёльну нет. Нет, мы в одну конкретную, в самую конкретную точку зайдём. И конкретно мы будем говорить о сокровищах Кёльнского собора и подходить к этим сокровищам и читать аффирмации, которые ты нам, Танечка, скажешь. И мы будем чувствовать эту энергию, этого золота, этих драгоценных камней, бриллиантов и всё на свете. И вот такое у нас будет в пределах Кёльнского собора. Очень много интересных информаций. Вот так. Всё? Ну, с моей стороны, да, если ещё есть какие-то вопросы. Вы все, кому нужно было, спросили. Значит, я оставляю этот эфир в записи, да? Да. И, пожалуйста, сделай меня соавтором, чтобы у меня на страничке тоже это было. Девочки, нас благодарят, говорят, спасибо, было очень приятно и здорово. Пожалуйста, мы были рады и мне тоже приятно находиться в таком тёплом, душевном пространстве. Это правда. Танечка, спасибо. Тогда до 5 октября и я тебе тоже пришлю адрес этого кафе, где мы встречаемся. Девочки, будет очень душевно. Пока. Это точно. Пока-пока. Всем-всем спасибо. До свидания. До свидания.